Вот он, уникальная фотография Вот она Итак Кто ее когда делал? Чуть ли не до революционной Кто-то когда-то умудрился Может это было специальное задание Я очень не хочу Ребята, чтобы эта фотография Вот это Изделие было бы искусственным То есть это фантазия художника Я вам сейчас объясню Фантазия художника Это когда берется Крона Развея сейчас вот такая Потом ее берут Это верхняя половина Рисунка Потом ее берут Может с помощью зеркала Или как делают вот так Вот крона Делается вот так Пририсовывается к верхней половине А это корни На этом у специалистов У многих кончается Знание о корнях А они нас учат А я пытаюсь заглянуть поглубже Итак Искусственные корни Искусственные Которые мы называем клоновые подвои Или просто клоновые деревья Отрастят или нет вот так Или не отрастят Вопрос повис Я, ребята, очень хочу Чтобы этим вопросом занимались И занимались Потому что То, что Получается Она вначале Поколебляла Поколебала мои Жесткие утверждения Что Сианис это Показал же я вам Видели фотографию Да Вот Вот это вот Вот это вот Ой тут Мне столько всего Вот это вот Видите Поколебала Идут годы А она возьмет И отрастит Если это у нее Полагается В программе В генетике Поняли, да? Ну что Может быть Пока Сейчас где-нибудь до точки И будем считать Что мы устали Но еще раз А вопрос Повис в воздухе Для вас Кто-то должен Его довести дома Понимаете? Да Молодое дерево С искусственными корнями Подвержено Падает от сильного ветра Мучается От дикой засухи Потому что Нет центральной корни Если ей дать Несколько лет пожить Потом она может Стать нормальной А что такое нормальная Сейчас поймем То есть У него Стали нормально У нее Правда иногда Когда я руками Разводил Ну что Сходите Если Хотя Александр Она же кто? Она волшебница Нам такое не дано Как будто Наколдовал Такие качества Извините За такой вопрос Давайте еще кусочек Причем Если Идентично Сорту Формируется Надземная часть Что мешает Идентичному Формированию Части Подземной Если Если Десятка Видов Многолетних Декоративных Растений Из Тех Которые Способны Серенковаться К моменту Узросления Клона Он приобретает Все типичные Девятые сорта Серты В том числе И форму Кореней Почему я Возвращение Логично предположить Корни Развиваются По той же Программе Что и все Растения К моменту Узросления Приобретает Типичные Десанты Особности Вот Ну тут Видимо Она немножко Повторилась Ладно Ветлы И тополя С легкостью Врастающих Серенков Этот Выбор Вполне Подтверждают Не внешне Неврастающей Не отличаются Точно Такие же Деревы Растающие Серенки Вот Господи Ну почему Не она В этом Соленке В кругу Академиков Следует Для правильных Результатов В этой области Нужно Правильной Технологии И хороший Исходный Материал Только И всего Ну дальше Ее доказательства Так я боюсь Что вы устали А тем То несколько Взгляните На фотографии Крепышки Оклона Это наредка Красивое Дерево Поэтому Я сфотографировал С особо Интересным 2000 Года Фото Укрона С красными Яблоками И клона И матышевого Дерева Снимок Плодосящего Клона С недозрелыми Развив Плодами Сделан В один Собеду То есть После Двух Лет Засухи Безумно Аномальной Жары Ну что Я вот Сейчас Переваю Сам себя У меня Все Ну Совсем Молодых Уже не было У меня Яблона Но самые Молодые На этот Момент У меня Были 5-7 лет Пофигу Дичайший Зак Который Невиданный Вот у нее Была Безумная Номальная Жара В том Году И Там у нее Два Года И у меня В этом Году Такая Я Я думаю Почему С вами Ничего Не Случилось У меня Есть Еще Такое Понятие Что Допустим Все Таки Не знаю Как ее А у У меня То Естественные Корни Но все Рано Корневые Отводки Безцентрального Безцентрального Серьезного Корня Но Они То Почему То Откуда То Воду Взяли А не Подступает Либо Снизу Так Как Должно Быть Потому Что Если Корни Остались Короткие Значит Вода Все К ним Пришла И Урожай Был И Яблоки Были Самые Крупные Пусть Не 500 Грамм Но 300 Они Были Грамм Так Вот Крепышка Один Она Насилки Соли Моя Вода Можем Как-то Делать Так Чтобы Прилите Здорово Да Деревья Полную Свету Посмотрите Сравните Вот Это Я Понимаю Клон Крепышки 13 Год Прекрасно Отлично Разревается Прекрасно Плодует Сюда Почти Десяток Лет Несмотря На Все Наши Морозы До Минус 45 Черной Зимой Прочем Рустой Каприза Погоды Далее Фрагмент Кронов Завослого Дерева Крепышки Один Фото 2009 И Фото Клона 2009 2011 Смотрите Это Завослого Дерева Красота Какая А это Ее Клон Кстати Что Меня Еще С Не Родило Это То Что Придерживает Сомнений Нет Ничего На Свете Глупее Еще К сожалению Подлее Потому Что Не Может Быть Чтобы Люди Не Знали Но Им Надо Питомникам Надо Придать Форму Якобы Дерево То есть Даже Усаженцы Метров Полметра Штамп А потом Они Дохнут Потому Что Эти Раны Не Дают Развиваться Дереву Вот Они С их Помощью Перелезаются Сосуды И вот Получается Видите Вот Эти Вот Она Не Отрезала Меня Это С ней Родит Что Она Это Прекрасно Понимает Думаю Очевидно Что У красавца Клона Успешно Развивающегося И Отлично Плодосящего Последние Дет С корнями Все В порядке Вот Но Давайте А Нет Дочитаю Объясню Подробнее Почему Я считаю Непоказательными Упомянутые Вами Опыты По Определению Моростойкости Корней Это Элементарно Если вспомнить Что растение Живое существо Итак Вот Почему Я считаю Опыты По Определению Моростойкости Некорректными Во первых Потому что Исследователи Очевидно Не знают Что Живое растение Это не поление Которое Можно безболезненно Крапсать С любого края Тут Я согласен Главное Очевидно Нелепое Системное В том Что Они не видят Разницы Мертвых Частью В целом В данном случае Между живыми Мертвых Врач Огромное И необратимое Ну Смотрите Наверное Сейчас Такие Вот Сомнения Про живую Тушку И курицу Вот Сейчас посмотрим Тут Я всегда Боюсь Что кто-то В этот момент Уже отключает Этот фильм Вот Хотя Это все Очень важно И Она умнейшая Из умнейших Мудрая Из мудрейших Вот Ее место Среди Академиков Но к сожалению Этого не случилось Она была Практически Затворницей В своем Голливудском Краю Вы знаете Когда Сергеев Великий Организатор Слетов И Съездов Содоводов В России Селябинск Пригласил На слет Людей Со всей России Он сказал Будет Три звезды Много Которые Вот Железов Еще кто-то Третий Забыл Приехал Один Железов Вот Много Не приехало И Наука Много Потеряла Все-таки Я 8 часов Запись Моего выступления 8 часов Она Задокументирована Есть На Дисках Вот А Татьяна Александровна Не приехала Мы не знали Что она Тяжело Больна Уже была Вот Ее Кончина Была Внезапно Никогда Ни разу Не Пожаловалась Да Из Купленных Яблок Не самых Прекрасных Сортов Не самых Морозостойких То есть Культурных Конечно Не морозостойких Семечки И вот Когда Эти Семечки Посадила У нее Выросли Шедевры И Они Отказались Замерзать При 45 Градусах Вот Видите Я пропускаю Вот это Вот это И У нее Получились Новые Сорта Сейчас Вам Покажу Вот Все Это Потом Ну В любом месте Раз Остановили Читайте Остановили Читайте Это Очень Важно Это Все Ее Примеры Но Я боюсь Это Все Это Ладно Буду Студентом Но Вот Сейчас Я пока Просто Возьму И Пока Может быть Потом Еще Вторая Серия Будет Посмотрите Когда Написала Эту Фотографию Знаете Чего Начинается На Соберем Я Написал Татьяна Александра Да Вы Волшебница А Вы Знаете Как Редко Почти Единичный Случай Даже В моей Жизни Чтобы Осы Пчелы Пили сок Из Яблока На дереве Не полусгнившего Которая Где сработалась Кислота Где повысилась Концентрация Глюкозы Там Да Прям Лежит Ковром У меня Яблоки Полугнилые И там Туча Пчел А вот Это Говорю На дереве Это Редкий случай Это значит Что Перед нами Выдающийся Сорт И я Еще Потом Статью С этой Фотографии Не только С этой И тогда Эта Женщина Сторогая Умная Невероятная Тогда Мы стали Млизкими Друзьями Наверное Я Нашел Те самые Слова Причем Без Всякой Лести Констатировал Факт Это Новая Сорта Вот Это Потом Вы Сами Еще Показываю Ну Какая Прелесть Я Про Дочку И Про Яблоки Еще Не Все Я Сейчас Покажу Еще Один Сорт Уникальный Мы На этом Закончим Клон Крипышки Вот Потом Может Кому Надо И Сейчас Никто Не Сказал Что Эта История Закончена Пусть Прошло 15 Лет Где Тоже Яблоки Яблоки Это Долг Науке А почему Этот Фильм Снимает Ветки Крупно Плодного Яблони Часто Растут Вниз Во Кстати Слава Тебе Господи Ну Есть же Нормальный Человек То есть Была Нормальная Умнейшая Женщина Но Вот Эта Дурь Когда По Центральному Телевидению Показывает Дерево С опущенными Ветками Вот И тут же Их Открамшают Открамшают На кольцо На штампе Делают страшные раны И учат Всю Россию И миллион людей За ними Повторят Дерево Не имеет Права Иметь Ветки Растущие Вниз Дошло До такого Идиотизма Потому что Кому-то Надо Фильм Создать И полчаса Крамсать Для того Чтобы Получить Сребренький В смысле Гонорар Ну Что это Такое Господи Как я вас Жаль Татьяна Александровна Эх Жаль Мы даже Ни разу Не виделись Вы чего Удрились Ни одной Фотографии Своей Не прислать Сейчас Покажу Сейчас Покажу Читайте Возвращайтесь К этому Фильму Вот Очень Я вас Прошу Особенно Студентом Будущим Вот она Спелые Блядяшки Вот это Вот Вот скажите Мне Старому Волку Который Это Родом С Украины С детства Бывал В этих Самых В садах И Эти же Яблоки Ел Прямо Дерево Который Прожил Большую Большую Жизнь Длинную В саду Почти 40 лет Уже В своем Саду Поверьте Что Говорю Да Вот За Эту Веточку Вот С этого Дерева Наука Должна Была Отдать Нет Не Тысячи Рублей Она Рубля Пожалела Чтобы Привезти Какую-то Суму Подкупить Девочку Олю Десять Тысяч Сто Тысяч За Веточку Вы Представляете Это Все Растержировали Теперь Вы Знаете Какие Яблоки Растут В раю То Что Приснилось Ей Вот Что Приснилось И Вот Она Держа Вот Эти Вот Семечки В руке Высаживая И Она Загадала Вот Это И У нее Все Получилось Все На этом Я Заканчиваю Сейчас У меня Уже Это Самое Мокрое Глаза Такого Человека Потеряли Ведь При жизни Могли Я Сколько Раз Говорил Нужна Красная Книга Не Тигра Бог Семь Стиграми Вот Без Нас Размножится Красная Книга Людей Выдающихся В том числе Садоводов И Она Была Была Жива Лечили Бо Ее Как Красная Книга Значит В Москве Где Нибудь Особой Клинике Для Особо Одаренных И Для Особо Это Самое По Технологиям И Была Бо Жива И Сяд Учила Бо Нас Ее Вот эти Деревья Прозыщись По стране Она Погибла И все Она Умерла Но Я считаю Что погибла От Того Что Такие Люди Нам Не Нужны И Мы И Не Спасаем Все Друзья Заканчивая Грустно Все Это Милая Лиля Сестра Моя Пожалуйста Доведите Этот Фильм До Ума Что Я Умею Только Говорить Нет Я Еще Выращивать Умею И Анализировать Умею И Вот Эта Вот Тема Корни 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 Вот Она Еще Над Нами Будет Давлять Десятки Лет Десятки Лет Понимаете Десятки Лет Жаль Так Хочется Сейчас Скажу Прокомментировать Но Больше Не Могу Испорчу Все Испорчу Впечатление Все Друзья Закрываю Лавочку